В Алтайском крае на сегодняшний день около тысячи детей лишены родительского внимания, живут в детских домах. На уровне власти пытаются сделать все, чтобы эта цифра становилась меньше. А вот удается ли и какие меры предпринимаются для того, чтобы как можно больше детей обрели семью? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях Наталья Румянцева, начальник отдела охраны прав детства Министерства образования и науки Алтайского края. Здравствуйте. Добрый день. Тема достаточно сложная сегодня для обсуждения. Вот я уже сказала, что около тысячи детей в Алтайском крае – дети-сироты. Это много или мало? Есть ли какая-то статистика в сравнении с предыдущими годами? Да, конечно, статистика есть. Она свидетельствует о том, что с годами, к счастью, снижается число детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые ждут того, что их кто-то возьмет в свою семью. Например, на сегодняшний день таких детей 983, тогда, когда в прошлом году и в позапрошлом меньше тысячи человек таких детей не было. Было только больше. Нельзя сказать, что это количество снижается большими темпами, но, тем не менее, о снижении мы можем говорить. Детки учитываются, вернее, в отношении этих детей ведется специальный учет. Существует такой ресурс, как региональный банк данных. Там вся информация об этих детях, которая размещается в источниках, доступных людям, желающим принять этих детей в свою семью. Вот эта цифра сокращается, количество ребятишек, которым нужна мама и папа. Почему, как вы думаете? Потому что больше их стали брать или меньше от них стали отказываться? Ну, вы знаете, история вопроса, она интересная. И, конечно, если очень кратко, то нужно сказать, что взрыв сиротства и социального, и сиротства как такового произошел тогда, когда у нас определенные перемены случились в 90-х годах. С тех пор был период, когда количество таких детей возрастало. Но вместе с этим государство принимает ряд мер, чтобы этот процесс был подконтрольным и управляемым. На это нацелены серьезнейшие документы, действующие в Российской Федерации. Это и план десятилетия детства, утверждаемый по поручению президента раз в 10 лет. Известно, что у нас в январе этого года утвержден новый план на ближайшие 10 лет. И, конечно, семейное устройство и работа с детьми-сиротами в этом концептуальном документе находят очень большое отражение. Поэтому можно и сказать, что и мы в своем регионе работаем одновременно во исполнении приоритетов государственной политики, а одновременно в интересах этих детей и их будущего, как будущего жителей нашего края. Вот если тезисно вы говорите, есть план, какие пункты в нем ключевые? Ключевое – это содействие семейному устройству. Именно если уже мы говорим о детях, оставшихся без попечения родителей. Для того, чтобы они не стали таковыми, есть другие мероприятия. Это профилактика социального сиротства, усиление воспитательной работы в семье через школы. Это работа с семьей, которая находится в социально опасном положении. Но, к сожалению, когда эта работа не дает результата, дети остаются без родителей, переходят в статус тот, о котором мы говорим, и уже подлежат семейному устройству. Поэтому следующая задача государства – найти семью этому ребенку руками региональных ведомств, курирующих вопрос, и муниципальных органов власти, особенно органов опеки и попечительства. А сколько на территории края сейчас детских домов? 22. Можно ли сказать, что они переполнены или там все стабильно? Нет, сказать, что они переполнены нельзя. Более того, за последние 5-7 лет их количество значительно сократилось. Их раньше было почти 40. Вот как раз в те годы, про которые мы сказали в начале беседы. Сегодня их 22 мест в этих учреждениях – 720, а живет сегодня 650 ребят. Но нужно сказать, что это я говорю об учреждениях подведомственных нашему ведомству, а еще есть два дома ребенка, два дома малютки. Они подведомственные Министерству здравоохранения, там тоже живут детки с таким же статусом, но маленькие, до 4 лет. Их там порядка 90 человек. Давайте сейчас определимся в понятиях, чтобы нам дальше с вами работать. Я поняла, что приемные родители, опекуны – это совершенно разные структуры, что ли. Ну, если можно, да, я тогда свое мнение на эту тему выражу. И заключается оно в следующем, что лучше, наверное, начать с форм устройства этих детей. Отсюда, так скажем, вытекает и статус тех людей, которые взяли к себе этих ребятишек. Первое – это усыновление. Это приоритетная форма. То есть ее немножко сложнее осуществить с точки зрения закона, но зато ребенок, которого усыновили, он более защищен, и он практически является полноправным членом семьи, вступает в наследство и так далее. Да, и при этом он, если не ошибаюсь, лишается вот всех каких-то определенных выплат, если он не усыновлен. Ну, не совсем так. Почему? Потому что выплаты на содержание ребенка в этой семье сохраняются, если перед этим он в этой семье находился 3 года под опекой. То есть вот такая есть норма законодательства. Она интересная. Почему? Потому что есть люди, которые не хотят, чтобы ребенок знал, что он когда-то был рожден другой мамой, другой женщиной. И они все делают для того, чтобы… Им не нужны пособия, им не нужна помощь, им нужен их ребенок, который будет считать себя родным. И это их право, и это право можно реализовать с точки зрения закона. Есть другой подход. Когда ребеночка берут, 3 года его опекают, он находится под опекой, а потом усыновляют. Вот в этом случае пособие на содержание ребенка в семье опекуна, изначально гарантированное, также платится в течение всего периода, пока ребенок не станет совершеннолетним. То есть вот усыновление. При усыновлении осуществляется единовременная выплата семье. И, соответственно, вот те выплаты, про которые я сказала. Опека. Опека и попечительство – это следующая форма, которая тоже законодательно урегулирована, но она вот подразумевает такой механизм. Есть ребеночек под опекой, и есть опекун – законный представитель. Каких-то прав на имущество этого ребенка, и, соответственно, у ребенка на имущество опекуна, законом не положено. Такая семья, она вот живет именно в форме опеки. Ежемесячно ребенку на содержание в семье опекуна государство, а именно вот каждый регион, выплачивает средства. У нас эти средства равны минимальному размеру оплаты труда, что гарантированно не в каждом регионе, даже в более профицитном, чем наш Алтайский край. Поэтому опекуны имеют право на эту выплату. Что же такое приемные родители? Приемным родителем может стать любой опекун при соблюдении определенных требований, также законодательно закрепленных. Как правило, приемные родители должны взять не одного ребеночка, а больше. Но, возможно, это, допустим, так называемые сиблинги. То есть братья и сестры, которых по закону делить нельзя. Нельзя просто так взять четырех ребят, связанных кровным родством, и раздать в разные семьи. Для того, чтобы человек взял этих детей именно к себе, всех четверых, ему государство предлагает еще одну выплату. Называется она как раз выплата приемному родителю. То есть первое условие – побольше детей. Второе, там, так скажем, есть некоторые еще условия, я не буду сейчас на них подробно останавливаться, они закреплены в законе Алтайского края о выплатах приемным родителям, и с ними можно легко ознакомиться. Выплата, которая сверх пособия на содержание ребенка в семье опекуна, платится приемному родителю, составляет около 5000 рублей с районным коэффициентом. Нами, как мы уже говорили, как органами, заинтересованными и реализующими это полномочия, осуществляется информационное сопровождение, так скажем, пропаганда, старым словом назовем, семейного устройства. Для этого мы на всех доступных информационных ресурсах размещаем информацию о том, какие дети вас ждут. Вот, допустим, у нас фоном идет видеоролик, да, о таких детках, которые живут сейчас в центрах помощи, в детских домах, которые ждут родителей. Это вся актуальная информация? Да, эта информация актуальна, она актуализируется по факту выбытия ребенка из детского дома в семью. Как только его забрали, в течение кратчайшего времени, конечно, он выводится из регионального банка и сразу же удаляется из ролика. Нужно сказать, что этот ролик впервые создан в 2020 году нашим подведомственным учреждением, Алтайским центром психолого-педагогической и медико-социальной помощи, который ведет эти вопросы, помогает нам во всем. Нужно сказать, что хочу анонсировать, что этот ролик о наших детях мы в ближайшем будущем хотим разместить во многих социально значимых объектах, которые посещает большое количество людей. А можем мы сейчас основные ключевые пункты из этого? Что с чего начинать? Кроме как взвешенного решения, что дальше? Ну, на практике я бы советовала так. Сначала прийти в муниципальный орган опеки и попечительства и получить консультацию, задать все интересующие тебя вопросы. Муниципальный орган опеки – это детский дом? Это орган опеки, который расположен в каждом муниципалитете Алтайского края. Можно говорить проще. При администрации муниципалитета. Учреждений у нас сегодня 22, и они расположены не в каждом муниципальном образовании. И они существуют для того, чтобы дети там жили. Жили в условиях приближенных домашних, там занимаются воспитанием и так далее. А орган опеки – это немножко другое. Это муниципальная власть, которая реализует вот эти полномочия по подбору кандидатов опекуны и документальную передачу им ребенка, который живет в центре помощи. То есть вот такой механизм. Лучше прийти в органы опеки, задать все интересующие вопросы. Если нужна психологическая помощь, либо какая-то помощь по направлению занятости, какие-то реабилитационные услуги, которые еще хотел бы получить гражданин, чтобы насытиться знаниями, как-то себя поддержать, себя насытить компетенциями родительскими. Там дадут все консультации, как это можно сделать, какие есть ресурсы в Алтайском крае. И отдадут перечень мероприятий, которые человек должен произвести, прежде чем встать в очередь как кандидат в опекуны. Мероприятия эти простые... То есть даже очередь существует? Да, об этом я скажу чуть позже. Мероприятия эти простые. Собрать пакет документов и получить заключение о возможности быть опекуном. Пакет документов урегулирован постановлением правительства Российской Федерации. 423. Их там немного. И главное из них – это медицинское заключение о том, что ты прошел определенных врачей и комиссионно тебе вынесли решение, что ты по состоянию здоровья можешь таковым быть. И второе – это документ о прохождении подготовки в службе, которая называется «Академия замещающих семей». Служба такая существует в нескольких учреждениях, вот как раз в центрах помощи, видите, как все взаимосвязано, расположенных не в каждом муниципалитете, а в 22 по краю. То есть придется иногда ездить в это учреждение, допустим, в течение недели, а всего подготовка длится две недели. И нужно сказать, что коронавирус нас подтолкнул к тому, чтобы часть занятий мы проводили в заочной форме, в дистантной форме. Это, конечно, немножко упростило подготовку, но концептуально ее не изменило, потому что подготовка должна быть серьезная. Вот как раз там и людям как бы все рассказывают и объясняют. Человек после этого взвешивает «могу, не могу». Если могу, если две недели насыщался компетенциями, получал знания, получаешь соответствующий документ, и вот он как раз тоже очень важен для пакета документов. Остальные документы там простые, справка там оттуда, отсюда, с места жительства, о работе, о заработке и так далее. То есть это уже попроще. Давайте вот кому интересно, со всеми нюансами вот как раз ознакомиться в органах опеки, там все расскажут. Мы про очередь с вами заговорили, я немножко не поняла. То есть из опекунов уже сложилась очередь? Про очередь тоже хочется поговорить. Почему? Потому что очередь – это понятие такое обывательское, а называется это, так скажем, очередь официально банк данных о кандидатах в опекуны. То есть два банка данных – о детках, которые ждут родителей, и о кандидатах в опекуны, которые хотят этих деток звать. Этот банк мы тоже должны насыщать постоянно. Нам нужно, чтобы этот банк имел свою численность. И, к сожалению, за 20-й год этот банк снизился в своем количестве. Если мы вот к цифрам обратимся, то количество детей, переданных в семьи за 20-й год, снизилось примерно на 5%. Это плохо. Но мы здесь не проиграли. Почему? Потому что у нас и количество выявленных детей тоже снизилось почти на 10%. Вот эти люди, которые хотят принять ребенка, у них ведь тоже есть определенные ожидания. Вот некоторые вот себе представляют ребенка, там, голубоглазого блондина. Ну, конечно, это не единственное требование, оно очень нутрировано, но чаще это полувозрастные какие-то требования. Маленькую девочку или маленького мальчика. Ну, не всегда вот в банке данных, прямо здесь и сейчас, вот эти ожидания могут совпасть. А можно с ребенком познакомиться? Или вот только банк данных и все? Я не знаю, как это на практике происходит, ведь они, наверное, сидят и ждут, когда придет мама и папа, и каждый вновь появившийся там человек воспринимается, как это за мной, это же боль, то есть лишний раз, наверное, там не стоит появляться. Как это происходит? Органы власти, муниципальные, государственные выступают как бы посредниками, чтобы ребенка не дестабилизировать. Вот тут живет он, попал он в центр помощи. Не взяли его сразу родственники после того, как с ним случилась вот эта беда, он остался без родителей по различным причинам. Он живет в центре, и действительно, он не может быть демонстрированным всем, кто захотел бы на него посмотреть. Поэтому сначала человек, которому вот в банке данных состоит примерно на такого-то ребеночка, с ожиданиями опека, информирует, что вот у нас в таком-то центре помощи появился ребеночек, который вот соответствует вашим ожиданиям. Сначала устанавливается контакт чисто эмоциональный, который заключается в возможности вот этих людей как-то посмотреть, прийти в учреждение, познакомиться сначала с ребенком издалека при помощи сотрудников учреждения. Таких визитов может быть несколько. Потом человек получает возможность забрать, допустим, этого ребенка к себе на какое-то время, на домашние гостевые визиты, и после установления контакта принимается решение о том, что ребенок уже может идти проживать в семью. То есть такой поэтапный период сближения, как правило, реализуется. И если вдруг что-то не получилось, то в принципе никто никого корить не будет, это все по-честному? Это по-честному, и это настолько поэтапно, что, конечно, все люди, заинтересованные в этой работе и сопровождающие этот процесс, они отслеживают вот этот тонко, как бы следят за этим, за всем. Если у ребенка какие-то, допустим, переживания возникают, тут же подключается психолог и определяет, почему переживания. То есть комплексная работа происходит. Это с мамой, с папой и с ребенком в общем-то. Абсолютно точно так. Поэтому, конечно, как правило, вот детки, которые не знакомы с теми людьми, которые хотят их взять в свою семью, они уходят туда не сразу, в течение времени, и только при благополучном стечении всех обстоятельств. Бывает и такое ведь, что дети знали этих людей, они их знают, это какие-то крестные, да, не род, не кровное родство, но просто те, как бы не сориентировались, не успели, вот умерли родители. А ребенка нужно разместить здесь и сейчас, его нужно защитить здесь и сейчас, его размещают в учреждение, а потом вот эти люди, близкие ему, они готовят пакет документов, и ребенок как бы с удовольствием идет в эту семью. Поэтому и такие случаи бывают. Давайте в завершении нашей беседы несколько советов для тех, кто думает, сомневается, ну вот на чаше весов, что личная жизнь, свобода, или все же еще одна счастливая улыбка ребенка, который приобрел семью. Да, спасибо. Ну, действительно, несколько советов. Первый совет, и в принципе он вытекает вообще из цели моего визита, из цели нашей встречи. Присмотритесь, поймите, что есть такой способ помочь ребенку взять его в свою семью. Государство оказывает различные виды помощи, и они эффективны, ресурсов достаточно много для того, чтобы помочь этому ребенку качественно и дать ему путевку в жизнь. Поэтому, пожалуйста, интересуйтесь тем, как это происходит. Смотрите положительные примеры, настраивайте себя на то, что вы можете, как гласит название одного из некоммерческих фондов, изменить одну жизнь. Далее, если вы почувствуете в себе силы, получите грамотные консультации в органах опеки и попечительства, в Министерстве образования и науки, в отделе охраны прав детства, в который возглавляю я. Все телефоны легко найти в интернете отдел охраны прав детства. Здесь, если у вас остались вопросы после посещения муниципальных опек, мы их снимем, расскажем, окажем содействие. После этого пройдите подготовку, поинтересуйтесь, серьезно отнеситесь к пакету документов и осознанно подойдите к выбору ребенка в одном из наших учреждений. Если такое случится, и вы совпали с ребенком и взяли его в свою семью, пожалуйста, тоже знайте, что вы имеете право на сопровождение. После факта того, что вы взяли к себе ребенка, и он теперь ваш, вы имеете право на помощь, в его воспитании, в его материальном содержании, даже в каких-то реабилитационных услугах, в медицинских услугах, в его диспансеризации, лечении, есть набор гарантий для таких семей, которыми вы будете впоследствии пользоваться. Вы не останетесь один на один, даже если какие-то сложности возникнут. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студии за эту полезную беседу. Я думаю, что отклик у телезрителей в любом случае произойдет. Одиноких ребятишек без мамы, без папы будет только меньше. Мы очень надеемся, благодарим вас за помощь. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Румянцева, начальника отдела охраны прав и детства Министерства образования и науки Алтайского края.